Сейчас я вам расскажу, что будет в новой серии сериала «Стамбульская невеста». Не забудьте поставить лайк нашему видео. Пока Фарук Баран проводил презентацию на своей работе, его арестовала вошедшая полиция. Поскольку Фикрет ранее совершал набег на особняк Адема, Адам показал, что если со мной что-нибудь случится, ответственность за это несут бараны. Когда Фарук, которого он на глазах у всех спровоцировал, избивает его, его заявление принимают за групповое преступление. Гариб приходит немедленно, но у Фарука неутолимый гнев. Он очень сильно ругает Сурею, которая пришла сюда, чтобы поддержать себя. Девушка очень расстраивается и уходит. Когда Делара, находящаяся рядом с Османом, узнает о случившемся, она немедленно идет к Адему и просит его забрать ее жалобу. Осман, ожидающий девушку у дверей старинного особняка Баран, помнит воспоминания. Пообещав поговорить и выслушать Делару, она не дает Адему отозвать свою жалобу и тем самым не дать делу дойти до прокуратуры. Таким образом, Фарук освобожден. Сурея ведет себя сдержанно и отстраненно по отношению к своему мужу. Фарук идет на работу и убеждает своего нового начальника, что если он продолжит работать, то на собрание соберет партнерский бизнес. Акиф находит работу, ищущему работу Фикрету, у себя на рабочем месте, но тот не соглашается быть обычным маркетологом. В этот момент Халим звонит Акифу, поскольку Акиф его видит. Как обычно, Фикрет злится на всех и на себя, поэтому не отвечает на звонки матери. Он узнает о ситуации только тогда, когда приходит домой и снова сожалеет о содеянном и злится на всех. Делара разговаривает с Адемом возле полицейского участка. Она говорит, что сделала аборт, чтобы избавиться от Адама. Адам становится очень грустным и обиженным на жизнь. Он идет к своему психологу, которого давно не видел, и объясняет, что произошло. Женщина говорит, если ты не изменишься, мир тоже не изменится. Сурея, несчастная из-за того, что ее никому недостаточно, что ее не могут любить и что она не может быть самой собой, беспокоится, что не сможет воспитать свою дочь так, как она хочет, запирается в своей комнате и разговаривает с ее мертвой мать. Ипек также жалуется, что о ней никто не заботится. Ведь только настоящий баранлар не обанкротился. Невеста затонула в баранах, их жизнь также перевернулась с ног на голову. Делара мечется между правдой, которую она сказала Адаму, и тем, чтобы не причинить вреда своему ребенку. Она почти уверена, что если не сделает аборт, то не сможет избавиться от Адама. Асман беспокоится за девушку, открывает ноутбук, на который она смотрит, и видит клинику, где делают аборты. В конце серии он догоняет и отговаривает девушку. Фарук все терпит, но эта ситуация заставляет его нервничать. Адам разговаривает с Суреей и просит ее убедить Делару поговорить с ним. Когда Сурея не соглашается на это, он не позволяет ей выйти из кафе. Когда Делара узнает о ситуации, она немедленно отправляется туда. Тетя с Аним немедленно сообщает об этом Фаруку. Он немедленно идет в кафе. Пока Адам и Делара противостоят друг другу, Фарук сердито говорит Адаму держаться подальше от своей жены. Адам немедленно отправляется к тети Ульфет. Ульфет говорит ему, что он должен сообщить в полицию о нападении Фарука, как и о нападении Фекрета. Адаму нравится эта идея. Одежда и волшебство торговцев в новом районе, который они переехали, очаровали Ипек. Он хочет ощутить блеск былых дней. Она увлекается и делает покупки в бутике тети Ульфет. Когда он не может найти свою кредитную карту, он не может оставаться у кассы и заставляет тетю Ульфет выставить счет за оплату. Конечно, Ульфет этим пользуется и портит хороший семейный ужин. Произнося и подразумевая слова, госпожа Исма одновременно испытывает гнев и отчаяние и запирается в своей комнате. Фекрет говорит, что он находится в Стамбуле и хочет поговорить с человеком, с которым Адам и его брат ведут дела в Бурсе, но тот с ним не разговаривает. Дело сразу же доходит до ушей Эсмы через старого водителя, который видит там Фекрета. Хотя госпожа Исма в гневе обвиняет своего сына в предубеждениях, она также набрасывается на Ипека. Ипек и Фекрет поссорились из-за инцидента в магазине. Фарук помещает Дилару в дом Османа, он также беспокоится о своей жене. Хотя Сурея пытается объяснить, что у Адама нет плохих намерений по отношению к нему, мысли Фарука по-прежнему заняты его женой. Пока Сурея гуляет с ребенком в парке, ее подруга говорит в записи голоса, что им нужен кто-то, кто будет играть на скрипке. Сурея звонит Тите, чтобы она оставила ребенка, но тетя с Аним не может ответить, потому что она занята. Сурея меняет много машин со своим ребенком и отправляется в студию для записи. Фарук, который ищет Сурею, но не может с ней связаться, немедленно звонит Тите с Аним, Дилари и т.д. Он думает, что Адам снова задержал жену и дочь. Он звонит Адаму, но когда мужчина отвечает, может быть, он здесь, а может и не быть, он садится в машину и едет на автовокзал Бурсы. Когда Адам говорит что-то, что его злит, он сходит с ума, нападает и избивает Адама на глазах у всех. Сурея звонит Фаруку, когда они делают перерыв, чтобы поговорить по ее телефону, который там, где она находится, не принимается. Поскольку он не знает, через что проходит этот человек, он говорит ему, что тот должен говорить свободно и закончить запись. Фаруку сердито приходит в студию, забирает жену и ребенка и отвозит их домой, хотя у него назначена встреча. Фаруку входит на встречу и очаровывает всех. Ни в ком не останется никаких вопросительных знаков. Пока не пришла полиция и не обвинила Фарука Барана в покушении на убийство. Все стоят в растерянности. Тем временем Гарип спустя много лет заходит в бутик Юльфета. Женщина наполняется надеждой и волнением, но когда узнает, что разговор идет об Эсме, и что они все еще встречаются, злится еще больше. Гарип неявно советует ему больше не жить прошлым и не проявлять враждебности. После ухода Гарипа мы узнаем, что Ульфет была человеком, который в прошлом разорвал отношения между двумя любовниками, сказав, что Эсма дала обещание своему брату и что они скоро поженятся. Хотя холодная война Эсмы и Ульфет, кажется, продолжается, на самом деле они кипят внутри, и вскоре холодная война перерастет в горячую. Пока ситуация развивается с небольшими трениями и закулисными высказываниями. Например, во время их встречи в начале эпизода они, не колеблись, время от времени подкалывали друг друга. Но я думаю, что в этой речи Эсма, ставшая матерью, хлопнула себя в лицо бездетности Ульфет, в то время как Ульфет, у которой есть карьера, сказала, что она принижала свое домашнее хозяйство, не устроила. Я осознаю, что они ждут возможности раскритиковать друг друга, но я бы предпочел, чтобы они не делали этого этими предложениями. На этом наше видео «Стамбульская невеста» закончилось. Не забудьте подписаться на мой канал. Увидимся в следующих видео, пока.